Я видел, и это отвратительно, то, что он делает. Это, наверное, самое мерзкое, вот чем можно было бы заниматься. Валай, лучше бы ты потратил бы свое время на сон, чем ты тратишь его на подобного рода абсолютно вредную, крайне вредную и недостойную деятельность. Тумсо, твое отношение к каналам Чечен Войс и Ингуш Войс можешь способствовать закрытию этих каналов? Я не видел канал Ингуш Войс, но вот канал Чечен Войс я видел, и это отвратительно, то, что он делает. Это, наверное, самое мерзкое, вот чем можно было бы заниматься. Валай, лучше бы ты потратил бы свое время на сон, чем ты тратишь его на подобного рода абсолютно вредную, крайне вредную и недостойную деятельность. Это, сейчас вы наверняка, те, кто смотрит это и одобряют, скажете мне, что там это в ответ делается, что, мол, оттуда. Ну, а чем вы лучше тогда, если вы подобными вещами отвечаете? Вы должны, мы, вообще нормальные люди, должны быть выше всего этого, вот этих вот оскорблений народов. Если кто-то оскорбляет нас, даже в целом наш весь народ, мы не должны оскорблять в ответ весь народ. Мы, суфаила, мы мусульмане, мы должны быть выше этого. У нас другие подходы, у нас другие стандарты. Если кто-то насилует нас, наших женщин, мы не имеем права изнасиловать обратно. Мы не так, это не наше правило, это не наша религия. Поэтому, когда кто-то себе позволяет подобные вещи, мерзкие, отвратительные, мы таким же мерзким, отвратительным образом не отвечаем. Мы должны это делать достойно. Как Аллах говорит в Уране, один из, точнее, это говорит посланник Аллаха, в одном из хадисов, что среди четырех вот этих признаков лицемерия, одно из них, это когда человек, когда враждует, он переступает границы дозволенного. Он делает больше того, что дозволено. И вот это как раз тот самый случай, это очень неправильно. Я немножко, я видел у меня в рекомендациях, выскакивали эти его публикации. Я хвала Аллаху, сейчас они не выскакивают, я их не вижу. И жить, наверное, лучше. Но когда я это видел, это ингуши, то ингуши, это, субханаллах, это очень нехорошо. Ингуши, это наши братья в своей основе. Надо понимать, что есть основа, вот что-то, какая-то основа, да, и есть какой-то выход из этой основы, какие-то частные случаи. И вот когда идут оскорбления оттуда или что-то, это вот как раз выход из основы, это частные случаи. Основа это то, что мы являемся братьями, мы должны это знать. И среди ингушей есть, как и среди любых других наших братьев и соседей, есть очень хорошие, благородные люди. Хотя бы ради них мы должны не переходить на вот этот уровень оскорбления целого народа. Целенаправленно отвечайте конкретному человеку, его можете, как хотите, там, парафинить, да, но не переходите в целом на народ. Обратите внимание, что даже Кадыров, будучи абсолютно человеком мерзким, переходящим на всевозможные оскорбления, очень-таки низкий, даже он, вот, в вопросе с ингушетией, он себе этого не позволяет. Даже он, вот, удивительно, да, вроде бы настолько, как бы, безграмотный человек, но он даже, вот, в этом вопросе, он осерегается этого, и когда он говорит о ингушетии, о ингушах, он говорит очень правильно и корректно. Он говорит, что ингуши наши братья, то есть он подчеркивает сначала основу, что они наши братья, потом он говорит, что там есть люди, которые делают то-то, 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 они недостойны, они такие-то. Я, меньше всего, наверное, я бы хотел приводить этого человека в пример, но это я его привожу вам, чтобы вы поняли, что даже он в этом вопросе лучше вас. А вы перешли, размыли все эти границы, стали в целом весь народ оскорблять, и, ну, по сути, опустились на тот же уровень, на который опустились вот те, кто себе позволяют это из числа ингушей, там, или из числа других каких-либо народов. Мы не можем себе такого позволить. И, поскольку мы уже коснулись темы с ингушети, я хочу сказать, вчера я посмотрел разбор книги этого Абадиева, его книги Эздел. Этот разбор книги сделал доктор шариатских наук Ингуш, по национальности наш брат Гапур Азиев. Вы можете это видео найти в ютубе, просто забейте Гапур Азиев, там ключевые слова, там, Эздел. Вы найдете это видео, час 18, по-моему, или час 28, оно найдет. Я на одном дыхании посмотрел этот ролик. Вот это наш брат. Вот этот человек, вот посмотрите просто, как он, как он грамотно, как... Сразу видно уровень, да, его знания, это очень, как бы, высокий уровень знания у него. И он, сначала он с точки зрения религии, с точки зрения шариата, он, защищая права Аллаха, он объясняет утверждение этого Абадиева. Делает это очень красиво, грамотно. В общем, я рекомендую, посмотрите это. И подумайте, что когда вы оскорбляете вот так вот весь народ, вы оскорбляете в том числе и его, и там Чумакова, Хамзата, и других наших братьев, очень хороших, очень хороших наших братьев из числа ингушей. И еще имейте в виду другое. Среди них же, среди наших братьев, могут быть люди, которые по вопросам этой земли, допустим, имеют другое мнение, отличное от нашего. И это, ну, мы имеем право разногласить в этом вопросе. Это не должно, не должно нарушать между нами вот эти вот, наше братство, и мы не должны переходить вот эти вот границы, в оскорбления вдаваться. Это я сейчас уже говорю и нашим братьям в Ингушетии, и нашим братьям в Чечне. Если мы в этом вопросе не согласны, что там, допустим, что-то правильно, неправильно, там чая, кто сейчас должен эту землю контролировать и так далее, да, ну и все. Это просто наше разногласие в вопросах какой-то земли. Но это не должно нарушать наше братство, понимаете? И мы не должны переходить на какие-то оскорбления, там, шуиш-дуи, шуиш-дуи. Грязные вот эти вот помои, которые выливаются друг на друга, это очень некрасиво. В общем, рекомендую вам посмотреть Гапура Азиева. Очень хороший видеоролик, хороший разнос книги Абадиева. Пусть Аллах воздаст благом Гапуру в обоих мирах за эту работу. И пусть Аллах дарует ему успех в его знаниях, в требованиях знаний и вообще в его работе. Аллаху Тауфи Оилсон. Я горд тем, что есть вот такие братья у нас среди числа ингушей. Мир тебе, хочу не только тебе, но и всей аудитории сказать. Я, ингуш, только для понимания контекста пишу о нации своей. Хочу сказать, что Абадиев, как Жириновский, постоянно говорит, но никто серьезно не принимает. Грозный моя родина, и я не знаю разницы между нами. Мое сердце одинаково и для ингуша, и чеченца. Нет к тебе никаких претензий. Я поэтому говорю, что мы должны понимать, что есть как бы основа и есть исключение из этой основы. Вот основа это то, что мы братья, и никуда нам друг от друга не деться, чтобы мы там, как бы мы этого не избегали. Да, у нас есть проблемы, да, мы видим, что сегодня там большая часть в ингушетии, в связи с этими митингами, там, обозлена, там, мы увидели очень много негатива. Это все понятно, но это не меняет основы. Основа, она все равно у нас в том, что мы братья. И никуда нам от этого не деться. Аллаху борца бойлы. Квак базар. Мир тебя, Тумсо. У меня вопрос. Много ли твоих соотечественников, проживающих на современной территории Чеченской Республики, ненавидят режим? Как многие, да почти все. В целом, люди не могут быть мазохистами. Есть отдельная, наверное, часть людей, мазохистов, которые получают удовольствие, когда над ними издеваются. Допускаем, что есть. Ну, это маленькая такая часть. А так, в основном, люди нормальные, им не нравится, когда над ними издеваются. Когда их унижают, когда их пытают, убивают. Вот сейчас у нас там идет операция по уничтожению вот этих вот ларьков. Вы думаете, порядка тысячи, по-моему, человек от этого пострадали. Вы думаете, им приятно? Они мазохисты. Они любят терять свои деньги, терять свое имущество, свой бизнес. Им это нравится? А у них есть родственники, семьи, которых они обеспечивали за счет этого. Вы думаете, им это нравится? Они счастливы от этого? Субтитры подогнал Игорь Негода.